Да, значит, зовут меня Лустин Алексей. Я бы про непрерывную инспекцию кода рассказывать сегодня. Причем я так специально добавил, чтобы вы понимали, что совершенно наплевать какой язык, мультиязычность. Причем язык, ну я поговорю об этом сейчас позже. Сейчас авторский раздел. Я думаю, вы не совсем знаете, кто я такой. Давайте так, кто знает, кто вообще видел? Так мне понять. Ага, ну 3-4 человека, привет вам, кстати. Вот, ну спасибо вам, да. Меня зовут Лустин Алексей, я официально называюсь СТО. И причем компания наша называется Silver Bulleters, так чтобы вы поняли. То есть кто попробует перевести? Серебряные пулятели, люди серебряная пуля, ну игра такая. Когда вы в курилке говорите, что серебряной пули не существует, загляните в единый государственный реестр юридических лиц, она на самом деле существует, у нее ИНН есть и все такое, и так далее. Это мы. Но, чтобы вы понимали, я даю ссылку на свой GitHub аккаунт. Вы когда посмотрите, потому что мы все-таки про код сегодня будем говорить, поэтому код у нас живет открытый на GitHub, посмотрите, чем я занимаюсь, там видно команда, загуглите, если захотите. Но так или иначе, вы обнаружите, что, ну, один из проектов, в котором мы участвуем, это Sonar Cube Language Pack, Russian Language Pack. Если у вас, у кого, давайте так проверим аудиторию, я просто тогда буду упор делать, либо внедряйте Sonar Cube, либо как его правильно внедрять. У кого есть Sonar Cube? Отлично. Значит, вот вам, то есть все-таки, у кого нет Sonar Cube, давайте остальные просто пришли, да? То есть, ну, ладно. Хорошо. Да, так получилось, что мои коммиты, то есть я официальный контрибьютор, и мы официально числимся как автор language pack, а там перевод той самой платформы, это мы. Все, закончили про меня. Значит, история сегодня будет достаточно веселая. Моя цель, чтобы вы, те, у кого нет Sonar Cube, срочно его поставили, а те, у кого он есть, посмотрели на наш опыт. То есть идеология такая. Значит, историю сегодня буду рассказывать про бейджики, про автоботы. Автоботы, да? То есть, давайте так, кто знает, что такое автоботы? Ну, ладно, хорошо. Про автоботы, это когда, а я потом расскажу, да. И не совсем про статический анализ кода. Важная ошибка, которую я хочу с вами поделиться, которую вы не должны запускать, допускать. Sonar Cube, а разговор будет сегодня про него, про эту платформу. И вообще, то есть не внедряйте статический анализатор кода. Раз мы говорим про непрерывность, он должен быть динамический внезапно. Динамический во времени, да? То есть, потому что если ваш код некачественный сегодня, сейчас, в эту минуту, на это на самом деле дело наплевать. Вообще наплевать. А вот если вы сегодня некачественно, завтра плюс 10%, послезавтра, через неделю еще плюс 100, да? То есть, вот такой тренд, вот это беда, вот это надо анализировать. Ну, ладно. Да, бейджики, это вот эта вот штука, GitHub бейджики, да. То есть, на самом деле, медальки очень важны, причем важны для вас, как для менеджеров, если вы собираетесь запускать процесс непрерывной инспекции, и для разработчиков. Есть бейджик технического долга 0%, значит, вы молодцы. 20% значит, не молодцы, да? Окей. Ну, автоботы, это когда… Обычно говорят о проблемах. Дело в том, что коды ревью это очень дорого. Вообще разговор про автоботов и про непрерывную инспекцию кода начинают с коды ревью. Ведь де-факто, когда вы запускаете статический анализатор, вы пытаетесь сократить время на то, чтобы кто-то посмотрел ваш коз, более старший товарищ. На самом деле коды ревью это очень дорого. Загуглите коды ревью ROI калькулятор, он посчитает, что вообще-то коды ревью дорого, но не дороже, чем баги в продуктиве. Правильно же? Вот. Да, коды ревью… Ну, давайте так. ROI калькулятор от коды ревью, кто хочет обосновать это у себя, внедрение практики. Загуглите, это вообще официально. Вводишь числа, он тебе считает, сколько чего, как ты дарит, для обоснования затрат на agile coach и так далее. Очень подходит. Но коды ревью это дорого. Очень дорого. Четыре часа в неделю уходит на ревью изменений. У меня так. Восемь часов в неделю на чтение паттернов и книг. Потому что если я занимаюсь кодом ревью соседа, я должен читать очень много книжек вообще-то. И причем постоянно. Хорошо, когда я живу в Москве и еду в метро. Туда, обратно. Это как бы мне за это никто не платит. Но как бы если вот так вот по затратам посчитать, по-честному, то это вот так. И бесконечное количество обсуждений. Коды ревью, когда ты говоришь, вот здесь ты неправильно применил вот такой паттерн. Вот здесь не надо в JavaScript здесь возвращать. Promise, да? То есть не надо возвращать. Здесь вот как бы надо вот так вот. И дальше. А с той стороны что же лидер сидит умный? Он тоже книжки в метро читает и говорит, не-не-не-не-не. И дальше, короче, минус 8-10 часов от основного заказчика. Заказчик еще оплачивает это время на ваши холивары и так далее. Холивары дорого. Вот. Ну, давайте посчитайте. На 52 недели умножьте, там получится. 50 долларов в час. Пусть будет такая ставка. Короче, это очень дорого. Но не дороже, чем баги в продуктиве. Вот. Так. Я быстрее сейчас пройду. Понимаете, какой момент? И почему вообще так? Почему коды ревью дорого? Языков-то десятки тысяч. Ну, то есть всем хочется писать на Java. Или только на JavaScript. А пусть эти HTML-щики как бы вставят на HTML, я тут ни при чем. Короче, и в мой код на JavaScript никто не ходит. И требования к коду увеличиваются. То есть, допустим, стандарт, JavaScript, TypeScript, PHP. Там для Java вообще 1345 правил. Это только мне известных. У которых вот в книжках написаны. Попробуй их запомни. И давайте так. Ресурсы-то всегда ограничены. Мне никто не дает денег, наверное, на коды ревью. Вот если бы я там по часовке в акте. То есть 8 часов на коды ревью там и так далее выставил. Не даст. И ресурсы у менеджера всегда ограничены. И люди любят один, максимум два языка. У кого любимых более двух языков? Вот если честно. Вот у вас как у менеджера. Или у вас в команде есть лидер, который любит более двух языков? Мы про языки программирования. Но хотя сейчас, да, действительно. И эта проблема на самом деле описана дядькой по фамилии. По-моему, Word. Ну в смысле Word не вот тот Microsoft Word, а Word. По-моему, так он правильно. Мартин. Мартин, по-моему, Word. Да, он вообще язык такая. Или там на iOS. Вы напилите свой язык, который решит вашу проблему. Примерно так появлялся GoLang, Node.js. Кто со мной не согласен, можно потом в курилке похолеварить. Ну примерно так. И языков будет проявляться. Клажуры, Erf, F-sharp. Кто еще какие-то знаете, давайте померимся. Кто больше знает языков и программирования. Но не суть. И ни один человек, либо вы будете расширять команду, либо, собственно, пора как-то это дело. Ну давайте, раз у нас ручное тестирование это плохо, давайте-ка мы его автоматизируем. Но прежде чем перейдем к самой концепции, про проблематику я вам поделился. Смотрите, какой момент. Дело в том, что все очень любят поговорить еще. Помимо того, что все любят один-два языка, а в остальном не смыслят. Все очень любят поговорить. Это прям реально. Вот понимаете, когда я комичу что-нибудь на GitHub, у меня, ну там если видно, то есть 13 измененных файлов, 15 кода ревью. То есть кто-то мне посоветовал что-то, 15. Но если это наш юный падаван, то на один измененный файл 39 комментариев. И это же они там еще обучают. Ну надо же поучить, я же ведущий, а это юный падаван. И это не работает, это очень долго. То есть один pull request, если не, ну понятно, да, то есть одно желание изменений, а заказчик все ждет, пока мы тут холиварим. Ну в общем, примерно так, да. То есть, а заказчик вообще-то хочет совершенно другого. Ему бы желательно что-нибудь на PHP желать на быстрее гипотезы. Проверяем быстрее гипотезы. Нам нужно быстрее поставлять сервисы. Что-то может быть на Mono, что-то будет на Java. Кстати, да, на Java только интеграционные адаптеры. Ну ладно, это такой мелкий вброс у вас. Что на Java гуевые приложения лучше не писать. Идея такая. То есть интеграция. Вот. Да. Ну и требования на языке Геркин. И вот тут я пытаюсь вам сказать, что а языки бывают не только программирование. Если кто из банков, то у вас есть концепция DSL языков. Я знаю там Java, Eclipse, X-Text. То есть такие языки, которые бизнес-ориентированные. Те, кто знает меня давно, понимает, что я имею в виду и 1С в том числе, но не суть. Вот. Геркин – это язык человек, читаемых требований. Это тоже язык. Он формальный. И раз он формальный, ему можно похолеварить, покодоревьюить и еще автоматически поинспектить. Но заказчик хочет всегда странного. Ладно. Ну вот так это выглядит примерно обычно. То есть если мы говорим о том, что вы разрабатываете множество сервисов. Все же любят микросервисы, да? Сейчас должен поднять человек, говорит, я люблю Monolith. Вот. Да. Потому что, ну почему любят Monolith? Потому что знают эту конструкцию. И здесь может быть TypeScript, BDD, GoLang мой любимый, да? То есть который люблю только я и больше никто не любит у нас в команде. И PHP, дай ему бог здоровья. Вот. И единственное, что это все объединяет, это вот такая концепция. Вот теперь мы приходим к тому самой непрерывности. Ну все знают. Сайт, CD, Continuous Inspection, Continuous Delivery и так далее, так далее, так далее. Integration, Load, Security, Staging, Production. Ну и в общем, здесь вы, наверное, лучше знаете, чем я. Вот проблематика тут, да. Мы решили в 2015-2014 году, что командой мы будем работать так, что код мы будем проверять только автоматически, всегда. И нам в целом будет неважно, на каком языке кодировать, вообще совсем. И я не буду вам сейчас рассказывать про 7 смертных грехов программиста, потому что, ну, понятно, да? То есть оказалось, когда мы хотели это все автоматизировать, что, ну, программисты допускают баги, нарушения стандартов и так далее, так далее, так далее. Советую вам все-таки, я буду рассказывать про наш опыт сейчас быстрее. Это стандартная статья от команды SNR-Cube про 7 смертных грехов, которые они попытаются победить. И спагетти дизайн, запутанность кода и так далее, так далее, так далее, так далее. То есть вот это некомандная разработка. Вот в строке для гугления написано access, топоры. То есть 7 смертных топоров программиста. Ну, вообще-то на самом деле 7 смертных грехов. Это тоже такая. Итак, предположим, вы захотели, так же, как и мы, автоматизировано проверять, инспектировать код. Sonar-Cube это такая штука, это платформа. Первое, чем делюсь. Это не система проверки кода. Это платформа проверки кода. Continuous inspection. Она ловит каждый коммит. Каждый коммит. То есть каждый коммит в девелоп ветку, во фич обранчинг, то есть в любой вообще-то, ну, как только кто-то пишет код, она его тут же ловит. В тот же момент, в динамике, чтобы померить динамику и кому-то что-то посоветовать. Для менеджеров. И она еще метрики считает. Не KPI, а метрики. И вам показывает, насколько все это дело конструкция некачественная. А через плагины Sonar-Cube поддерживает более 20 языков программирования. И самое главное, тот самый автоматический код и ревью. Если кто-то из вас пользуется там коды стайлинг и так далее внешними сервисами, это платформа для внутри, для запуска in-house. Ну, in-house, он премис, там, как угодно. То есть в режиме сервиса вы ее вряд ли получите. Это вот прям берете комплект серваков и запускаете у себя. То есть, ну, особенно если у кого есть IT-безопасники, и вы не хотите код отдавать во внешку. Смотрите, какой момент. Опять же, глоссарий, быстро. Для того, чтобы вам запустить, надо научиться понятия. То есть, первое, вы делаете правила кодирования. То есть, правила кодирования за вас разрабатывают другие архитекторы. Sonar-Cube. Вместе с Sonar-Cube вам прилетают правила других архитекторов, авторов стандартов кодирования. Внутренний архитектор может заложить и так далее. То есть, это такой автоматический код-ревьюер. И на основе этого формируется технический долг. Каждое правило имеет норму на исправление. Две минуты, я быстро проговариваю. Понятно, да? И тогда можно посчитать технический долг в цифрах и запросить у заказчика. Нам нужно два человека месяца для того, чтобы отдать технический долг, который мы накопили. И каждый из вас решает для себя, сколько он готов нарастить технический долг. Как только вы кодите, технический долг вырастает сразу. Сколько вы готовы? Вот на самом деле так, просто вопрос в зал. Сколько вы готовы позволить себе накопить технического долга перед отдачей? Это ваш порог качества. Вы его и определяете. И это и есть у вас путь архитектора. Дорога цветов. У серебряной пули своя дорога цветов. Вот она. Можете зафотать. Но на самом деле я просто расскажу. Замечание формата блокирующего по коду, условно, если больше нуля, условно, это ошибка. Такой продукт мы не выпускаем. То есть это порог качества нарушен. В смысле мы его выпускаем, но это наши риски. Уже не заказчик. И заказчик это все видит. Ну давайте так. Условно, это такое русскоязычное описание порога качества. Сложность на функцию, запутанность и так далее. То есть это наш порог качества. Как мы считаем продукт некачественный. Даже на девелоп ветке. Фу. А вот теперь кто докатил. Вообще как выглядит цена куб, у кого его нет? Вот тот, смотрите. Вот сейчас порог качества на этом продукте нарушен, потому что нечего без тестов разрабатывать. Почему? Видите, я же там сказал, что у нас есть свой путь архитектора. Более 80%, более равно 80% партнеров, покрытие кода тестами считается, порог качества пройден. А теперь посмотрите. То есть наш юный падаван написал несколько строчек. Это на самом деле плагин для Visual Studio Code, для Microsoft делающийся. И он вдруг умудрился погасить мне порог качества. Как? Без тестов разрабатывал. Что, не видно что ли? То есть взял 21, ну то есть 21 новую строку добавил, тестов не добавил, у меня покрытие упало. Я такой продукт Microsoft не отдам. Ну потому что мне не нужно минус 800 к морали перед Microsoft. Вот. И это делает сонаркоп. Понятное дело, вы должны спросить, ух ты, он еще покрытие кода тестами считает? Да, в формате кобертура. Или Истамбул. Или то, которое у вас принято. Надеюсь, у вас есть тесты вообще, кстати. Вот. Да, значит, я быстро пробегу опять же. Что такое pipeline? Напоминаю, если это continuous, то… Пайплайн на что? А, нет, я вот так сделаю. Вот наш pipeline. У кого есть Jenkins? Слава богу. Плюс 800, нет, плюс 900 к морали. Да, смотрите, как делается у нас. Вы, скорее всего, захотите сонаркоп запускать потом. Потом, знаете, я как менеджер запущу, посчитаю в конце месяца. А вот так не делайте. Если так сделаете, забьете на качество навсегда. Потому что завтра будет пожар и красные карточки на доске. У нас контроль технического долга, тот самый сонаркоп, запускается сразу после получения исходных кодов. Сразу на Jenkins. Теперь, вот насколько это понятно? Почему так? Вот наш стандартный пайплайн. То есть вместо dev, test и uat, а я делюсь уже опытом, мы добавляем dev, lint uat. Каждый наш разработчик обязан проверить код по стандартам. Я не умнее Java стандартизаторов. Я, конечно, умный джавер, но не настолько. Я не автор стандартов по Java Standard Edition. То есть пусть проверяют автоматически. Если кто-то хочет похоливарить, идите, пожалуйста, в Stack Overflow, холиварьте там. Поэтому у нас автоматом так. И раньше, чем я еще деливерю на uat контур, на продуктивный, раньше, чем у меня отрабатывает Jenkins, даже раньше, чем тесты, потому что тесты потом еще, у меня срабатывает linter. И даже внутри команды. Вы должны понимать, что это работает не только на сторонних проектах. Вот так выглядит фактически. Вы вообще понимаете, что здесь такое? Это на GitHub, в данном случае это GitHub, а может быть GitLab, у нас есть и тот, и тот сервер. На самом деле каждому разработчику в ту же секунду сонар говорит, вот здесь косяк, вот здесь косяк, вот здесь исправь, вот здесь исправь, вот здесь исправь. Прямо на его pull request. Жаль, GitFlow передо мной не было, оно было бы здесь нормальней. Бот подключается всегда. Опять же, видите, как я скачу от проблемы к тому, какой у нас инструментарий запущен. Это бот с GitLab. Вчера вышла девятка, если кто не в курсе. Вот. Это бот с GitLab. То есть у вас сонар может автоматически указывать номера строк прямо всей команде. Да, это бот. И вот видите, там такой евангелист говорит, нельзя. Видите? Вот. Ну это вот такое. На самом деле это реальный. То есть, как бы вам сказать, возвращаемое значение неверное. Это опасно там. Ну по стандарту это вроде как типа опасно. Там есть описание почему. Ну в общем, короче, нельзя, надо переписать. И написано как. Вот этот бот, если вы в сонаре не подключите бот, если вы, во-первых, запустите сонаре, не подключите бот, вы подставились как менеджер. Это я вам честно по итогам трех лет говорю. Потому что все забьют смотреть в сонар. Пока их не будет тыкать бот, собственно, они ничего не будут делать. Каждый коммит. Да. Я еще раз говорю. Проверяется каждый коммит. Непрерывная инспекция, она настолько непрерывная, что вот прям каждый коммит. И прям локально. Причем каждый коммит на девелоп, на мастер ветки обязательно перед поставкой заказчику, но от контур. И все остальное делается линтерами. А вот линтеров я хочу вам отдельно. Итак, что такое линтерс для сонар куба, опять же, как менеджер делюсь. Это реальная история. Я заказал своему разрабу заказать микросервис. Микролендинг пейдж. Реально микролендинг пейдж. Он запушил это в гид. Дальше отработал мой Jenkins. Кто не знает, что такое докер, понятно, да. Развернулся докер контейнер. И у меня возник лендинг пейдж. Тильду я не использовал тогда. Я же говорю, реальный кейс. И как вы думаете, потом я запустил сонар, он мне проанализировал этот код. И знаете, что я получил при таком раскладе, когда сонар позже проверял? Я получил ненадежный, небезопасный, несопровождаемый, непокрытый код тестом и причем 47% дублирования. То есть это вообще галимый копипаст. Вот сейчас вообще было весело. Ну не суть. И это реальный Silver Bulleters GitHub лендинг. Вы если зайдете на github.silverbulleters.org, вы должны знать, что там вот этот вот код. Он неподдерживаемый, он недорабатываемый, вообще мертвый, но работает. Вот. Ну и живет и живет. Конечно, его надо будет перепилить. Но я как менеджер, честно вам признаюсь. И совершенно другой проект. Когда другой разработчик, совершенно другой, с уровнем внутреннего перфекционизма чуть побольше, чем у предыдущего, поставил себе сонарлин. Да, это скриншот из эклипса. Вы встраиваете себе в VDE автоматический проверятор кода. Вся та же конструкция. Ну, надежный, безопасный, сопровождаемый код с покрытием. Ну, пусть 50, но хотя бы тесты есть. 50% покрытия, это надо еще достичь. Это Visual Studio Code. Если вы пишете на 1С с помощью Visual Studio Code, это вот этот продукт, и автор там известен. Вот так это работает. Разница подходов при применении линтера плюс сонар куба, она вот такая для менеджера. Ну, как-то так. Попробовал убедить. Значит, вы должны понимать, что если в девелоп ветке оказались баги выше красного, замечания выше красного, то есть если ваш код некачественный красный, то есть небезопасный, пароли в код вставили, что-нибудь типа того, то такие автоматически… Это всего лишь для менеджера означает, что мы слишком быстро кодим. Мы слишком быстро проверяем гипотезу очень сильно, да, то есть на самом деле. И вообще мы не проверяем свой код совсем. И скорее всего, даже если мы… Это успешная будет гипотеза, скорее всего этот продукт либо не полетит, либо рухнет. Кто-то поимеет очень большие проблемы. Вот лучше этим управлять. Да, важный момент. Если вы не согласны, я пытаюсь поделиться опять же опытом. Смотрите, какой момент про холивары. Если вы не согласны с каким-то замечанием по вашему коду, отключается не правило осрабатывания. Вот я здесь не согласен. То есть вы говорите ложно-позитивное, то есть идеология такая. А правило отключает только архитектор. Помните, я говорил, что у нас лидер есть по каждому языку? Ну, в смысле, есть лидер языка. Вот отключить правило на всей серебряной пуле может только главный по языку. И это его ответственность. А если кодинг? Ну, я не знаю TypeScript. Я знаю Java. По Java я могу отключить правило. А по TypeScript нет. Наш лидер по TypeScript может отключить его. А я могу только сказать, что я не согласен со строкой кода. И на самом деле, честно, я ни одно правило Java еще не отключил, потому что стандартов как минимум 6, и там слишком большие крутые буквы, крутые дядьки западные. Я как-то что-то… Ну, в общем, я сомневаюсь, что я умнее. Нет, я умнее, но вот я пока сомневаюсь. Рука не поворачивается. Если будете запускать, или у вас запущен сонаркуб, ни в коем случае не отключайте правило. Отключайте срабатывание на каждой строчке, если вдруг к вам пришли похоливарить. Да, отдельная практика, которая у нас запустилась. Никто больше не холиварит. Наш разработчик на питоне говорит сонару, на тебе, чтобы ты подавился. То есть вот там pull request видно. То есть он говорит, сонар проверяет питон язык, говорит, вот здесь неправильно, неправильно. И наш разработчик, Женя его зовут, прям pull request говорит, чтобы ты подавился сонар, исправил все срабатывания. Все. То есть со мной больше никто не холиварит. И самое главное, смтп, вот если вы завтра запустите у себя сонар, например, на битрикс или на вордпрессе, на php, отключите смтп сразу у сонара. То есть первый раз проверьте, а потом только включите смтп для рассылки. Все понимают почему? 300 тысяч замечаний. Либо если вы внешний сервис на смтп, вы получите это все на почту, ну и скорее всего квоту по смтп выживаете. Идеология такая. В итоге наш стандарт, вот это я вам хотел, самое главное, я хотел вот это вам передать. В итоге стандарт серебряной пули на всех языках программирования, вообще на всех сейчас. Это IDE со встроенным сонар линтом. Это Visual Studio, Eclipse, идея, Visual Studio Code. Понятно, да? То есть ваш разраб разрабатывает, он ставит себе сонар линт. После этого мы сторонники ГИТа. Ну, ГИТ наше все. Вот, извините. На самом деле работает любой, любая система контроля версии, которая поддерживает сонар, называется SCCM плагин. Он позволяет посмотреть, кто ответственен за конкретный участок кода. ГИТ блэйм дает информацию, кому назначить замечание на исправление. Там еще такая для менеджеров штука. ЦАИ сервер. Jenkins, Visual Studio Team Services, Travis App, VNOR и ЕТЦ. Включая дрон, если кто знает, что на Голэнге есть такой ЦАИ сервер. Вот. Сонаркьюб, SSM плагин, PHP, TypeScript, JavaScript, CSS, HTML, Геркин. Вы должны понимать, что HTML тоже язык, CSS тоже язык и так далее. Я не хочу проверять. То есть я умный, я знаю, как писать на HTML. Ну, знаю. Но я не хочу проверять. И скорее всего я уже, наверное, забыл, потому что HTML развивается. А я тут одиннешний занят, если кто не в курсе. Вот. И русский. И, ну, вот как-то так. Вот это наш стандарт, которым я хотел поделиться. И последнее. Сонаркьюб – платформа для инхауса под лицензией JPL. Она open source. Open source не бесплатен. Сразу говорю. Мы это знаем, поэтому, как мы исследовали, мы вначале перевели Сонаркьюб на русский, изучили, как это вообще работает. А после этого запилили свой плагин для Сонаркуба, для Visual Studio Code. Если вы пилите, то есть вы увидите вот такую медальку нашу серебряно-пульскую и вот там сколько, полторы тысячи скачиваний, и если мне не изменяет, там кто-то поставил ревью один, а на что-то за проксио не работало. Вот. Но так вообще мы молодцы. Дело в том, что только так мы смогли научиться пропустить через себя. Open source не бесплатен. Вам придется участвовать в комьюнити Сонаркуба. Это вы как менеджеры должны как риск учитывать. Я забыл, когда коды ревиал. Ну, в общем, де-факто я занимаюсь только сейчас с архитектурой. И наша команда занимается больше архитектурой, компонентной, микросервиса, интеграция, пытается починить, расшить монолиты, которые все ненавидят. И мы больше не занимаемся коды ревью, честно. Это реально так. И моя цель, чтобы ваши разрабы, вот если вы поставите себя, ваши разрабы больше никогда не будут говорить, я не знаю PHP. Ну, блин, не зря так сказал. Я не знаю PHP. Вот. Не знаешь, Сонар проверит, дальше пили. Пили, гипотезу надо проверять. Мы же Giles и такие. Вот. И это больше не отмазка. Да, ты можешь быть не лидером языка, но пописать ты можешь. Ты же программист. Вот так вот. Вот. И запускайте Сонар Линд сейчас. Сонар Куб сейчас. Потом не будет времени. Дальше только сроки. Вернусь к самому главному. В Agile, если вы инженерные практики не запустили с самого начала, потом скрам вас засосет. И вы никогда не запустите ни Continuous Inspection, ни Continuous Delivery, ни Continuous Integration, ни Continuous Performance Load. А бывает еще Continuous проверка производителя. Но это, наверное, другая история. Ну вот так как-то. Я вообще закончил. Я доступен. Ну я здесь пока есть у вас вопросы конкретные. Я могу показать, где что как, какие плагины допилили, как мы геркин пилили, вставили и так далее. Могу показать. Слушаю вопросы. И самое главное. Если кто у меня Сонар Куб, я хотел, чтобы вы его поставили. Я надеюсь, я вас заинтересовал. А у кого есть Сонар Куб, как сказать, надеюсь, я что-то вам новое донес. Честно, мне очень хотелось. Потому что я за Сонар Куб во всей России. Не зря же мы его на русский переводили. Как-то так. Спасибо. Было очень интересно. И очень заинтересовали Сонар Кубом. Но у меня такой вопрос. Вы сказали, что отказались полностью от ревью. Но насколько я понял, Сонар Куб, он ловит все-таки ошибки кода стайлинга или похожие. А что с ошибками, которые логические, алгоритмические ошибки? То есть как здесь? Вы тоже отказались от их поиска? Алгоритмические. Сейчас попробую по-другому сказать. У Сонар Куба есть такое понятие. У нее нет ошибок. В вашем коде нет ошибок. Вы молодец. У вас есть замечания по коду. И они структуризируются. Замечания по безопасности, замечания нарушения ООП. Я сейчас возвращаюсь просто на основной. Менеджерский слайд. Секунду. Понимаете, есть некий некачественный код. Он может по алгоритмам. В Java у вас проверяется структура компонентов. То есть межджавная. Правила наименования namespace. Вызовы, если вы забыли. Комментарии и так далее. То есть алгоритмические. Вопрос, что считать алгоритмом. Там дело в том, что Сонар Куб требует для Java кода 30 строк как одна функция. И потом вы пишете какой-то внешний класс и так далее. Если вы говорите про контекст вызова, то есть это все-таки… Нет, например, бизнес-логика продукта, когда идет какая-то, не знаю, подчет… Тут вброс про БДД, да? То есть он не зря про Геркин. То есть дело в том, что когда вы описываете бизнес-логику продукта, вы описываете на языке. Геркин на Куб… То есть не-не-не-не-не. Если разработчик уже при написании кода ошибся, например, при подсчете лицензий. То есть лицензии кончились, да, у человека. А в коде написано, что продукт все равно может работать. То есть, а он не должен. Сейчас, это инспекция кода, продукт… А, вы про… Про бизнес-логику. То есть если у нас… Да. То есть если неправильно написано бизнес-логика. Видимо, как-то не донес. Я же говорю, у нас это накрыто коды кавериджем. И там БДД. Если лицензия и так далее. То есть там немножко другое проверяется. То есть бизнес-логика – это про behavior-driven development, если кто не в курсе. Ну просто мы на предыдущем AgileDaisy очень много про это говорили. Кукумбер, БДД, юнит-тесты в топку, важный сценарий и так далее. Вот это. То есть… А это про код. Вот про бизнес-логику это больше геркин. Но так как сонар проверяет геркин, если вы накосячите с формулировкой бизнес-логики в геркине, ну то есть языке, то, собственно, это тоже проверится. На самом деле сонар куб проверяет еще и markdown. Ну так по синтаксическому контролю. Да, код мы код-ревьюить забыли когда. Но если что-то отвалилось на UATI, все-таки, ну, тесты-то на UATI прогоняются. То есть в том числе и селениумовские и так далее. То есть есть… ну, то есть давайте так. Давайте… То есть бизнес-логика проверяется немножко все-таки, немножко другим. Но сонар куб здесь позволяет не допускать дурацких ошибок, особенно связанных с проектированием классов на Java или с особенностями кодирования на JavaScript с ее вот этой, ну, скажем так, с особенностями JavaScript. Я так сформулирую. Я же не лидер JavaScript, поэтому могу так сказать. Надеюсь, ответил. Есть еще у кого? Да. Здравствуйте. Спасибо большое за доклад. Было очень интересно. У нас вообще используется сонар куб. Ну, как используется? Он у нас есть. С русским языком? Нет. Фу-фу-фу. Ну, ладно. Ну, мы вообще на C-Sharp ее разрабатываем. И, в общем, на эти правила мы в какой-то момент начали забивать, потому что они нас перестали устраивать. Там много ложных срабатываний. Но после вашего доклада, может, мы снова к нему вернемся. У меня вопрос в том, на самом деле, а стоит ли оно того, потому что, ну, вот в C-Sharp сейчас есть Roslin, который… Это компилятор C-Sharp. И он позволяет статические анализаторы писать самостоятельно. Очень просто. Мы огромное количество их написали. И они позволяют там проверять практически все. В том числе и namespace. И, ну, то есть, зачем нам еще дополнительная какая-то утерита. В JavaScript, мы на TypeScript пишем, есть T-S-Lint. Соответственно, он тоже падает при билде прямо в CI. Вот. И, соответственно… Сейчас попробую объяснить. Что нам может дать сценар? Первый ответ про .NET. Авторы .NET плагина для поддержки C-Sharp, моно, плагина для SonarCopy ждут ваших pull-requestов вообще. Ну, это так, крайне прикол. Вот. Хокма. Roslin интегрируется в Sonar плагин, когда вы запускаете. То есть это… Он ниже не меняет. Этот плагин Sonar просто засасывает все это дело. Вы можете дорабатывать свои правила. У нас на OneScript, вот на нашем этом волшебном движке, который мы пилим в open source под лицензией Mozilla, включен Sonar, и мы его не отключаем. Как вы поняли, мы отключаем только срабатывание. Правила мы не отключаем никогда, ибо не надо. Вот. Если мы… Мы действительно свои собственные правила для C-Sharp. У нас особенность. То есть у нас мы пилим, если кто не в курсе, интерпретатор для другого языка на C-Sharp и Mono. Я не буду называть язык, но OneScript, я думаю, догадаетесь, для какого. Там некоторые вещи, как бы нам пришлось собственные правила. Да, действительно, запул-реквест идти создать собственные прям туда. И наш плагин просто… Ford плагина основного нам собирается. Это оказалось несложно. Поэтому я вам советую свои правила архитекторские. Вот у вас есть же коды styling стандарт, если вы пилите на C-Sharp. Отторгайте его в код. Подключайте к сонару. Это первый ответ. И второй. Делюсь опытом. Инженерная практика – это всегда инструмент разработчика и инструмент управленца. Ну, понятно, да? То есть если вы инженерную практику запустили, сервер сборок. Инструмент управленца – процент успешных сборок. Сонар Кюб. Я же специально вот это показываю. Объем технического долга. Ну, у вас есть проверятор Roslyn. Загрузите менеджеру, покажите свой технический долг. Вдруг выдаст время на технический спринт. Недельку, покойте, что-нибудь клевое сделайте и так далее. Понятно? Спасибо. Да, то есть вот мы делаем так. Дмитрий, компания Центрфинанс. Скажите, какие у вас планы по развитию 1С-плагина для стандарт Кюба? То есть как он будет развиваться и кто определяет стандарты этих правил? 165 правил определено сама команда 1С и 65 правил определено мной. Лично. Потому что я терпеть ненавижу, когда 1С-ники не индексируют временные таблицы на Postgres. Например, давайте так. Да, мы пилим Сонар Куб плагин для 1С, потому что мы все-таки воинствующие 1С-ники, если кто не в курсе. Вот, но это не относится сейчас. А планы опубликованы у нас на сайте, давайте без этого. Я сегодня про GPL, я сегодня про инженерные практики. Я могу отдельно рассказать. Хорошо, спасибо. А планы, релиз каждые 2 недели, выпуск и так далее. Мы теперь поддерживаем метаданные. Мы вообще крутые. Извините. Здравствуйте. Меня зовут Анатолий. Я из биомедицинского холдинга Atlas. Вот здесь справа у вас. У нас проект научный и большинство кода это функций, в которых происходит какой-то анализ данных и визуализация. У нас 4 человека на проекте. И сейчас код мы ревьюем просто вручную. И я хочу понять вообще, даст ли нам что-нибудь в Сонар Куб. Мы пробуем на питоне. У нас в основном проблема с ручным код-ревью, что мы скорее забываем отревьюить что-то. Но иногда я вижу, что из-за того, что мы что-то не заревьюили, возникла какая-то глубокая архитектурная проблема или там, например, может быть повторяющийся код. Что вообще Сонар Куб может для нас сделать, чем поможет? Повторяюсь. Вы ставите линдер для питона. Мы кодим на питоне. У нас есть там часть проектов. Причем в зоне BI и для датаику. Есть такой продукт платный. Датаику называется. Но он бесплатно платный. Вот мы кодим там на питоне. И там подключен Сонар Куб. Он у нас, ну, понятное дело, критические баги убирает. Отсутствие стандарта питона соответствует. Что касается данных, я не зря сказал про open source. Да, мы свой собственный, часть правил мы напилили под себя, под питон, который нам связан с BI инструментами, с машин лернингом. И то, что мы бы не хотели допускать. Я не буду раскрывать. Это все-таки внутреннее коммерческое. Но в итоге Сонар Куб – это платформа JPL. Напоминаю менеджерам, это не бесплатно. Это открыто, весело, модно, молодежно, но не бесплатно. Поэтому вам включать плагин для питона хуже не будет, да? Ну, не будет. Я включаю сейчас евангелиста. А потом отторгать свои правила, как мы делаем, внутрь своего плагина. Просто можете его не шарить никому. Оставляйте, как ваш внутренний IT-продукт. Вы знаете, какой интересный момент? Тут очень многие говорят про автоматизацию бизнеса. А вы забываете, что IT – это тоже бизнес-подразделение. Ее тоже нужно автоматизировать. Почему-то мы все время обслуживающие и так далее. Поэтому это просто часть вашего продуктовой линейки для ваших айтишников. Вдруг вы потом его продавать начнете. А вдруг я у вас его куплю. Ну и так далее. Надеюсь, ответил. Да, спасибо, я понял. Спасибо за доклад большое. Вот насколько было понятно, собственно, сонар, он прогоняет цикломатическую сложность, да, как бы у кода. Две виды сложности. Цикломатическую и когнитивную. Ну окей, я больше сейчас про алгоритмическую. Допустим, да, там, где оптимальнее было использовать какие-нибудь там, я не знаю, хэш-таблицы, разработчик использует там, я не знаю, массив, по нему руками и ищет. Вот вы в итоге окончательно отказались от кода ревьюи вообще? Дело в том, что новая метрика у шанара неделю назад вышла 6.3, ее включили в официально, а мы поддерживаем ее давно. Так называемая когнитивная сложность. Это в том числе анализирует контекст вызова. На джаве, на нескольких языках, сейчас ее поддерживает язык джава, си шарп и, ну один из понятных, питон. То есть дело в том, что когнитивная сложность оперирует еще и типами данных, которые вы определили. А если это дерево строится, ну то есть определяется, что за, ну по стеку вызову смотрится, что же вы все-таки создали, и считается когнитивная сложность, то есть вложенная по экспоненте. И тогда вам указывается, что сложность, запутанность может быть 10, если обычная цикломатическая сложность, там если, то, тогда, if, then, else. А вот если смотреть с массивами, стоимость перебора, да еще и здесь лучше использовать, ну по памяти линкедлисты из джавы, то есть вам это укажется, ну то есть здесь вы, сейчас скажем, вы использовали тот метод из Apache Комонза, например, на джаве, ну Комонз коллекшн, который на самом деле низом еще имеет 15, ну такой сложность 15, вы здесь плюс 2, там 15, короче, не надо использовать такое. Вам указывается, что здесь лучше использовать стороннюю библиотеку из мовены. Это вот последние такие нововведения в джава правилах. То есть в целом это выявляется, но вот так прям явно, ну это только последние месяца три, наверное, такая движуха пошла. То есть вот честно. На самом деле Сонар Куб это же тоже контора швейцарская. Там есть один из наших соотечественников. С ними ничего интересного. Они действительно такие комьюнити ориентированные. Они тоже сейчас пытаются исследовать, потому что действительно, кроме них, я не знаю на рынке аналогов платформера с плагин из комьюнити. Вот такое. Но здесь вы правы. Вот когда вы говорите по логиатмическому вещи, архитектурно-компонентную, есть платные продукты, я не буду их рекламировать, но все-таки архитектуру компонентов ревьюить приходится. Но это намного дешевле, чем ревьюить, там, как бы вам сказать, когда люди не именуют переменные, допустим, как по стандарту кодирования. А равно 2, если А равно 2, то Б 3, тогда фиг, гакс, там что-нибудь. В общем, вот такая логика просто нечитаемая. То есть это вот такие вещи выявляются достаточно быстро, они командно образующие. То есть заказчик-то хочет все так же быстрее. Как бы мы спасаемся от того, что это очень дорого, коды ревью. Попытался объяснить, но вы правы. Архитектуру компонентов ревьюить придется. Либо покупать сонар граф, а он стоит что-то как 9000 евро. У меня нет таких денег. Не могу ничего сказать про них. Делюсь опытом, как говорят. Задавайте. А кстати, а чем вы проверяете? Я тут недавно обнаружил, что у PHP программистов нет в стандарте использования линтера. То есть вот люди на WordPress что-то допиливают, и у них линтер не встроен. Для меня было удивительно. Одинестников я своих понимаю, у них не принято. А как бы, в общем, как тогда. Есть еще вопросы? Давайте. Вот у нас есть open-source SonarCube, который проверяет в синхронном режиме. То есть для того, чтобы сделать ночную сборку в онлайне, он не может проверить. И правильно я понимаю, для того, чтобы он так автоматически в ночную сборку что-нибудь проверял, необходимо как раз скачать плагин и установить плагин. Это продукт SonarLint. Вы встраиваете разрабы в DE, чтобы проверял автоматом. Тогда еще раньше, чем он что-то запушил, что-то закодил. На самом деле, вообще, честно говоря, SonarLint – это возможность кодеру показать себя ведущим разработчиком перед вами как менеджером. Это один из подходов. Но второе, вы должны понимать, что там, почему, я же показал просто, наш пайплайн сейчас, он вот такой. Где мой пайплайн? Вот. То есть на самом деле, вот наша ночная сборка. Пол-реквесты плюс ночная сборка. Мы сразу проверяем. Они даже до тестов не доходят. Наши CI-инженеры уверяют, что нельзя SonarCube вот так вот проверять сразу вот пайплайн вставлять. Ну, вам как сказать, не врут? Ну, да, не врут. Это реально? Это пол-реквест проекта Vanessa Behavior. Это BDD для 1С. Это реальный пол-реквест, работающий как бы на… Он публичен, кстати. Мне говорят, нужно купить плагин. Нет, для чего? Для 1С? Нет, вообще бесплатный плагин. Для каком языке? Java. Тьфу, Java бесплатно, 1325 правил. Хоть сейчас прям. Спасибо. И они это хитрят. Я записала на видео. Это честно хитрят. Сейчас перешлю сразу в онлайн им. Ну, то есть, вообще-то SonarCube написан на Яве. Вы знаете, что интересно? Знаете, как определять качество продуктов? Если продукт для управления проектами, первый проект внутри системы управления проектами, это проект по управлению проектами, да? Догадались? Рекурсии. То же самое здесь. SonarCube сам себя проверяет через собственный плагин, автор, который… Вот эти яверы из Швейцарии, которые самые очень крутые яверы, честно. Они где-то там, я думаю, и на Инжи работают. Ну, как-то, в общем, они прям очень крутые. 1325 правил. Ну, блин, ну, в общем. И оно все там с собой себя проверяет. Наш плагин, наши плагины, которые мы публиковали в Open Source, они проверяют на собственном Java плагине, и только тогда они нас опубликовали. А пока мы не прошли проверку, они нас даже не опубликовали. Поэтому хитрят. Вот наш реальный Jenkins. Врут. Может, им бюджет не выделят? Да, надеюсь, я вас заинтересовал. Честно, хотел поделиться. Это вот реально то, что у меня. То есть я, может, с налетом евангелизма рассказывал, но это вот то, что у нас прям, вот наше. Так, все, значит, спасибо. Вопросы закончились. Давайте поаплодируем. Спасибо. 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 Спасибо.